От коронавируса излечился еще 61 Ставрополец. Общее число выздоровеющих в регионе приближается к 192 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 173 заболевших. Летальных исходов на фоне вируса не зарегистрировано. Вакцинация и ревакцинация по-прежнему важны. Российская крылатая пехота. Воздушно-десантные войска одними из первыми пошли в специальную военную операцию. Сегодня все сложные задачи, которые выполняются в рамках этой операции, они не выполняются без воздушно-десантных войск. Сегодня один из основных родов войск празднует день образования. Армия и народ в едины. И так было есть и будет всегда. И это залог той тысячелетней истории нашей страны. Поэтому тут недооценивать, переодевать невозможно. Это нужно знать и в это нужно верить. В селе Покойном подходит к концу строительство детского сада на 90 мест. Сейчас специалисты завершают работы по отделке помещений и благоустройству прилегающей территории, сообщили в региональном инстрое. Также в учреждении закупают оборудование и мебель. Возводят детсад в рамках нацпроекта «Демография». Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году. В третьей школе Станицы Советской отремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах заменить напольное покрытие, обновить инженерные коммуникации и утеплить здания. Первый этап модернизации спортзала стартует в следующем году, сообщили в Управлении по информ-политике правительства региона. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. В поселке Горном обновили фельдшерско-акушерский пункт. Капитального ремонта в медучреждении не проводили почти 40 лет. Специалисты завершили отделку помещений и фасада здания, заменили систему отопления, окна и двери. Также обновили напольное покрытие, сообщили в региональном Минздраве. Работы провели благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения.